Приветище! Это симулятор бога Юнирсим и мы продолжаем вести к цивилизации наших каменных нагетов. И ты посмотри, они уже умеют рисовать картины. Боже мой, какие они молодцы. У этой мадам розовой нет никаких связей супружеских, а у этого чувака есть. Блин, я хотел их поженить и тогда бы они вместе рисовали картины. Но, видимо, не судьба. Тогда я вот эту мадемуазель хочу поженить вот с этим синеньким чувачком. Вы знаете, творец, когда вы открыли эти способности, я не ожидал, что вы их будете использовать вот так. Как я? Нормально их использую? Так, 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 где розовая мадемуазель-то моя? Куда она убежала? Все, кто связан с семейными узами, они подсвечены розовым и синим. А те, кто нет, они, собственно, ничем не подсвечены. Как наша вот розовая подружейка. Все. Я их поженил с синим чувачком. Вот, он идет к ней вроде бы как. О, у них цветочный период начался уже. Как быстро. Но самое главное, я хочу посмотреть, какой ребенок у них родится. Начались новые выборы. Точно. Пора бы уже с главой деревни определиться. Это может плохо кончиться для вида с особой наклонностью к несчастным случаям. К чему ты это сейчас сказал? В общем, давай посмотрим, какие законопроекты у нас выдвигают выдвиженцы. Право на ношение оружия. Позволяет нагетам владеть личным оружием. Это дает нам плюс 20% к травмам, плюс 1 к счастью. И вероятность нападения диких животных снижается на 50%. Я еще, кстати, ни разу не видел, чтобы на мое поселение дикие животные нападали. Поэтому, как бы, сомнительно пока что. Законопроект. Акцент на религии. Нагеты уделяют больше внимания религии, а не исследованиям. Генерирование очков творца плюс 15%, то есть маны. А скорость исследования минус 30%. Вот это плохо. Мне очень нравится этот законопроект. Дальше. Законопроект. Уход за престарелыми. Неплохой законопроект. Престарелые нагеты могут размножаться. Появляется 30% шанс смерти престарелого нагета во время размножения. И плюс 2 к уровню счастья. Ржачный законопроект, конечно, но имеет место быть. Так что давай, наверное, вот этот законопроект из всех трех выберем. Отдаю голос свой за него. У нас построилось две хижины. И тут, посмотри, две семейки классных. Одну из которых образовали мы. А другая образовалась самостоятельно. И ровно так, как я бы хотел. Молодцы. Опа-на! А вот ребенок родился у наших новобрачных. Вот он, по итогу. Между голубой и розовой расой родился розовый ребенок. Волки голодны, Творец. А ваши нагеты выглядят весьма аппетитно. Либо этот нагет испытывает мучительную боль, либо он только что изобрел новый безумный танец. Посмотрите сами, Творец. Что? Что? Мы вернемся к этой Ксюхе. Ее Ксюха зовут. К этой розовой даме. Стая голодных волков. Погодите, перетащите меня туда. Что происходит? Собственно. Я не вижу здесь стаи никакой. Вот. Вот этот волк. Это он? Ага. И их тут целых три. И они бегут к нам. Давай-ка я возьму сейчас молнии. Просто шандарахну их. Как бы это будет самое окно. О, и мяско. Еще один волк убегает от нас. Ух! Я случайно разжег костер. Это очень плохо. Ну, несмотря на то, что сейчас зима, огонь должен потухнуть. Я надеюсь на это. Что? Я с луками разобрался вроде бы. Они не должны к нам бежать. Осталось только... Блин, огонь разгорается. Это капец. Это капец. Где воды бы набрать? Я надеюсь, что он не переползет сюда, на эти деревья. Если начнется пожар, то придется за водой бежать. Ух ты, смотри, как тут тает снег. Физика реализована круто. О-о-оу. А костер тут реально разгорается. Он добрался уже до этих деревьев. Очень плохо все. Где еще мясо? Сейчас, по всей видимости, придется нам тушить его. Уход за престарелыми. Да! Новый лидер нашей планеты. А вместе с ним новый закон. Уход за престарелыми. Можно, в принципе, отпраздновать. Празднуем. Все счастливы. У всех настроение поднимается. Ну и, конечно же, в пейерверке. Тут у меня склад заполнен. В этот склад закинем. А, это я в столовую кинул мясо. Здорово. Ну, у меня есть одна просьба. Дайте мне воды. Мне там костер надо потушить. А там мы тут нафиг все сгорим. Тут прям капец там, что происходит. Мамма миа. А может дождь призевать? Призевать дождик? Тут, кстати, тучка идет. Темненькая такая. Может, она разгревается и спустит сюда пару литров воды? Хотя я, наверное, сам сейчас это сделаю. Постепенный эффект. Омоете свою цивилизацию. Вот. Прогнозирую стопроцентную вероятность дождя. Фух. Наконец-то я потушил этот пожар. Просто призвав дождь. А у меня тут разбитое сердце у кого-то. Дорогой творец, честно говоря, это не так уж и срочно. Мне просто нужно привлечь твое внимание. А это единственный способ, который пришел на ум. Мое сердце разбито в дребезги. Мой возлюбленный такой-то сбежал с некоторого рода местной знаменитостью. Этому Дель Бамбу с рук не сойдет. У него очаровательная улыбка. Да и шарма ему точно не занимать. Его сложно не заметить. Надеясь, ему на голову свалится булыжник. Впрочем, вполне приемлемо, если он просто подавится ящеричной конфеткой. Прошу, помоги мне отомстить. Юмбаха хочет, чтобы вы отомстили Дель Бамбу. Нетушки, тут уж давайте сами. Я проигнорирую вот это вот. Мне нравится этот наггет. Он немного напоминает меня в молодости. Она мне новое письмо написала. Дорогой творец, проведя недавно со своими мыслями несколько дней, я смирилась с произошедшим. Я не была хорошей парой для сам Буфес. Уже другой чувак, что ли? И надеюсь, что новая пара будет счастлива. Мне нужно поработать над собой какое-то время. Благодарю тебя, что не обратил внимание на мой гнев ранее. Ты спас меня от пожизненного сожаления. Вот это другой разговор. Ах, с вами было так весело. Может быть, в другой раз? О чем речь? Диктор, как всегда, на своей волне. Я понял. Возвращаемся в нашу маленькую деревушечку. Кстати, у нас же... А что черепахи зимой тут делают? Я хотел сказать, что у нас еще один умер. Призраки? Серьезно, ты видел? Призрак! И он только что исчез. Обалдеть, на кладбище есть призраки. А, кстати, кладбище очистилось. Вот это поворот. Нету даже... Министерство водных ресурсов исследовалось. Нету даже памятников четырем умершим. На черный рынок только что поступило несколько грузов. Сейчас посмотрим. И у нас, кстати, Хельга же умерла, по-моему. А я пропустил этот момент. Да, вот, Хельга покинула наш мир. Но ее, видимо, уже похоронили, потому что принестись к ней я не могу. И это хорошо. Молодцы, ребята. Решил посмотреть, нет ли у нас кого здесь из мертвых. И никого нет. Но есть больной. Один-единственный в деревне. Он подсвечивается вот таким вот цветом. И я так полагаю, что он направляется сейчас в больницу. А, ну да, у него кость сломана. Давай посмотрим, как лечат нагетов наши местные шаманы. Кстати, там сейчас нет никого в нашей больничке. Нет, никого нет. А вот и сам шаман стоит. Смотри, какой популасик. Наконец-то чувачок дошел, доковылял. Что у него сломано, интересно? Тут даже койки есть каменные. Здание больницы уже на последнем издыхании. О, клинику надо чинить. Капитальный ремонт делать. Так. Этот чувак лег на каменную кровать, а наш шаман начинает его лечить. Во всей видимости, танцем. Мда. Вот так вот происходит лечение в каменном веке. Пойду на черный рынок схожу. Посмотрю, что там мне инопланетяне привезли. Так, так, так. Редкий сноп сена. Редкий синтайский храм. У нас Кузя умер. Ничего себе. Кузя. Блин, ладно, подождет этот черный рынок. Кузец. Сколько ты прожил? 40 лет. И четверых детей он воспитал. А это что за пацан такой мелкий? Один год, но он уже с бородой. Обалдеть. Кузю, короче, закутали как мумию. И вот потащили на санках. Благо сейчас снег, и на санках реально можно увести тело. Смотри, она подняла Кузю наверх. Разожгла костер. А, она его сожгла. Она его тело сожгла. У нас еще один умерший. Это сам Бамо. Тоже четырех детей воспитал. Ну, что поделать. Сейчас так и будет. Вот наша погребальная служба бежит. Куда ты убегаешь? Тут вон тело лежит. Эй, эй, эй. Вообще-то весна началась. Если тело сейчас начнет разлагаться прямо в деревне, будет очень плохо. У нее в мыслях, смотри, что написано. Прошу меня извинить, нужно забрать еще одно отправление. Но это она про тело говорит. Возвращаясь, короче, на черный рынок. Мне тут кое-чего... А, все обновилось. Короче, я так понял, что не важно, что наверху написано. Редкий сантийский храм, что это такое. Главное, что у вас здесь. 22 камня я могу получить, если отдам шестерых наггетов. Это нечестно. Я не хочу отдавать наггетов. Здесь могу 26 камня получить, если заплачу очками торговца. Чуть не забыл про больницу. Нам же ее нужно починить. Оратор изгоя подталкивает ваших поданных в преступной деятельности. Вы единственный, кому здесь дозволено принять плохое решение, творец. Положите этому конец. Где этот чебрик? Блин, надо время остановить. А то я так ничего не успею. Во-первых, надо закончить в итоге ремонт нашей больницы. А то я ее никогда не починю. Вот так вот. Теперь нужно починить еще кладбище. Оно тоже у нас сломается. Как все быстро приходит в негодность. И теперь смотрим, что там за новый сосед. Ух ты, елки-палки. Это что у него на голове? Череп? Ты кто такой? Кефесмбо. Нейтральный. Поселение Мераны. И тут к нему приходит какая-то девушка. Тоже нейтрально. Она от меня ушла, что ли? Ну, наверное. Смотри, как быстро переоблачилась. Хм. В принципе, я их могу грохнуть молнией. Но они нейтральные. Но вот то, что у них на башке череп, это меня настораживает. Ладно, пока не буду их трогать. Пускай живут. От моего поселения недалеко или близко? Ну, довольно далеко. Тилу заболел. Похоже, он снова пил неочищенную воду из озера. Да какого? Я же уже два. Два резервуара построил. Что с вами не так? Надо, кстати, проверить резервуары. Здесь у меня... Оу, с резервуарами все плохо. Надо еще строить одно. Население-то растет, а воды больше не становится. Вот еще один резервуар. Охота. Исследование завершено. Наконец-то мои наггетсы теперь смогут охотиться. Блин, а что здесь тело-то лежит? Где погребальная служба? Я не понял. Это же Кузя. А нет, это не Кузя. Самбама валяется тут. Надо срочно забирать. Как-то плохо ритуальная служба у меня работает. Ну вот, поселение напугал летающим трупом. Где у меня? Что происходит? Я не понял. У меня ритуальные службы работают или нет? Вон она там тусит. А что ты не работаешь, а? Матухи. Натахи. Ну тухи. Ладно, в этот раз я тебя выручил. Ух ты, нифига себе, у нее черепок. Суровая, видимо, женщина была. Ну что ж, катастрофу я предотвратил. Прям посреди деревни разлагался труп, и никто им не занимался. Ужас какой. У меня новый чувачок появился. Нового какого-то желтого цвета. Так сказать, метис. И у него тут какая-то способность появилась. Уверенный ходок. Скорость передвижения этого нагета на 25% выше, чем у остальных. Ты представляешь? Наконец-то я вывел новую расу. Более сильную, более мощную. Потому что у других нагетов ничего такого нет. Они просто все нейтральны. А вот смотри, вот это есть. Что тут у нас? Гурман. Этот нагет любит вкусно покушать и становится голодным на 25% быстрее. Но это разве бонус? Это наоборот минус. Что у остальных нагетов? Вот у этого нагета. Этот нагет обычный. Но у него иммунитет есть отличный. Он никогда не болеет. Так что бонусом может обзавестись любой из новорожденных детей. И не обязательно выращивать метисов. Решил посмотреть возраст своего поселения. Какой средний возраст у нас имеется. Значит смотри. Оранжево. Это от 0 до 25 лет. И у меня их большинство. Вот такой коричневенький. 26-50 лет. Этого у нас не так много. А вот такие бледные бежевые цвета. Это значит уже пенсионер конкретный. И у меня тут парочку таких есть. И они скоро могут двинуть кони. Что произошло? Тихо, тихо, тихо. Ты кто такой? Материца тут. Это поселенцы деревни Рэндал Вилл. Которую основал Гера. И их пришло сюда двое. Даже трое. А что они возмущаются? Я понять не могу. Они видимо переманивают моих поселенцев. Как бы его отсюда выкинуть? Ну-ка телекинез. А нет, я его поднял. Испугался. А что будет, если я вот этого засранца кину вот сюда? Перелопатить его. Чтобы он к нам больше не приходил. Опа! Случайненько его того. А это что у нас тут? Книжка лежит какая-то? Так, ты чего сюда приперся, а? Что с тобой не так? Нафиг вы тут мне сдались. Давай я его, может, утоплю. Воду его кину. Ты умеешь плавать? И по делам. Утопился. Что вы тут возле зданий моих третесь, а? Вы меня бесите. Так, что с этим сделать? Прогнозная башня у нас сломалась. Ты посмотри, сколько их. Они просто всю деревню мою оккупировались. Я понять не могу, что с ними не так. Что им у себя не сидится? Иди сюда. Утопить нафиг. Если я вернусь в Творец, у наггетов наконец-то появилось чувство приличия, летнее солнце отлично подходит для медленной прожарки наггетов. Так, стоп, а тут у тебя что произошло? О, боги. Сейчас я попробую к Гере отнести одного, чтобы он рассказал, что не надо ссуваться в мою деревню. Или у вас тут... Ой. Возвращаясь к этому типку, надо узнать, что стряслось. Последний эксбиционист. Дорогой Творец, несмотря на все мои усилия в отношениях с Юм Тити, он отказывается носить одежду. Говорит, что ткань не идет к его фигуре или что-то в этом роде. Я сделала все возможное, чтобы найти подходящую одежду, но с меня хватит. Возможно, если зима придет немного раньше, чем должна, он наконец-то оденется во что-нибудь. Я чувствую себя неловко. Спасибо. Используйте способность Творца смена сезона, чтобы охладить пыл Юм Тити. За это я получу 10 верующих и положу конец нудистской моде. Честно, даже не знаю. Покажите мне этого эксбициониста. О, капец, как они далеко тут тусуются. Тут... Тут нифига си их сколько, этих эксбиционистов-то. Галышом разгуливают. Без одежды. Ну, как бы, а почему нет? Ну, если им нравится, чё я буду зиму ради них? Только лето наступило, а тут сразу же зима? Нет, пожалуй, я так не буду поступать. Это их выбор. Пускай ходят голожопенькими. Ты, кстати, тоже голожопый, вон. У тебя нет... А, нет, у него листочек вон прикрытый. И у этого Юм Тити тоже, в принципе, листочек есть. Прикрыт. Так что не совсем он и нудист. В общем, вашей просьбе отказано. Что он нам теперь скажет? О, нет, творец. Чувство стиля Юм Тити передаётся окружающим. Все мои друзья выбрасывают одежду. И на том спасибо, Юм Баха. Ладно, чё поделать. Зима придёт, и всё растает на свои места. А мне нужно другими делами заниматься. Вот, например, прогнозную башню починить. А то и недолго осталось. Надо посмотреть, что там по исследованиям. А исследования у меня уже почти закончились. Надо новые назначить. И я сейчас хочу открыть ключевое исследование. Огромные мускулы. Даёт мощь нагетам. Дальше. Доработка материалов. Образование, наконец-таки. Хотя нет. Вначале культуру, потом образование. И мы потихонечку уже приближаемся к Средневековью. Пора что-нибудь уже построить. Например, вот у нас новое здание какое-то появилось. Называется Охотничий домик. Здорово. Надо его где-нибудь в леску сделать. Вот возле ваты, например. Тут отличное место. Строим здесь. Сторожевые башни исследованы. А у меня умер Чиба. Ох-ох-ох, Чиба-Чиба. Наш великий сторожила, который давал нам прогноз погоды. Я надеюсь, его заберут. Вот мадам бежит за ним. С носилками. Всё, забрали Чиба. Здорово. Тут у нас дикое обезвоживание. Ребята, бегите пить скорее. Скорее, скорее, скорее пить. Поскольку у нас открылись сторожевые башни, мы можем их строить. Защитная башня снижает уровень счастья, но зато снижает уровень преступности. Надо понимать, какой уровень преступности у нас сейчас. А его, в принципе, нет. У нас зелёные звёздочки везде горят. Чёрный рынок очень плохо влияет на нас. Но я не могу ничего с ним поделать. Это всё-таки инопланетяне засранцы. Как-нибудь их подвинуть отсюда. А можно, кстати, при помощи телекинеза его куда-нибудь утащить? Нет. Ничего я не могу с ним сделать. Поэтому, дабы не портить счастье своих подопечных, я не буду ставить пока что защитную башню. Ох ты, ёлки-палки, ты посмотри на это. А кто это у нас тут мамонта у себя во дворе смастерил? Ну, ничего ж себе. Ну, вы, ребята, конечно, молодцы. Это смотрится здорово. Охотничий домик построен. Кто у нас тут работает? Ух ты, у меня сразу три охотника появилось. Выберите тип животного. Мелкие животные, средние животные и большие животные. Ну, давайте на средних животных охотиться. Выбрать тип ловушки. Маленькие ловушки и средние ловушки. Нет, давай тогда мы начнём с зайцев. Всё-таки это первый охотничий лагерь. Начнём с мелкого. Зайцы и мелкие ловушки. А, я их сам должен расставить ещё. Где у нас зайцы обитают? Я ни одного ещё не увидел. Ну, давай вот тут на полянке поставим. Пускай строят охотники. У охотников ещё на доме медведь мёртвый висит. Но это бутафория. Таких медведей тут нет. Доработка материала исследована. И открылись заводы по обработке камня и завод по обработке дерева. Но! Каждый этот завод снижает уровень счастья и повышает уровень преступности. Ох, какой тяжёлый выбор! Но без заводов никуда. Если ты хочешь довести свою цивилизацию до совершенства. А ты у нас кто такой серенький? Новая раса у нас появилась? У него есть бонус. Ленивый! Этот наггет ленив и теряет выносливость на 25% быстрее. Да, вот эту я расу себе вывел, так вывел. Что ж, я всё-таки решил построить заводы. И они у меня будут где-то здесь. Где камень... А, так он ещё и загрязнение О2 даёт, этот завод. Ну что поделать. Культура. Новое исследование. Что ж, ладно. Строим здесь. Так эти машины могут разбивать камни. Не помешает установить несколько предупреждающих знаков в Туарец? Ну да, не помешает, а то камни будут на башку валиться. Завод по обработке дерева. Ну, он будет рядом с каменным стоять. Так что... Вот так. Думаете, они смогут сделать новый кофейный столик? Я думаю, что да. Скоро смогут. Посмотри, какой отряд у меня идёт. По дорожке протопанной. По тропиночке. На работу, наверное. Настало время построить что-нибудь для отдыха. Например, аллея античности. Куда мы её поставим? Я бы на центральной площади её воткнул. Вот так вот. А тут у нас что? Какое замечательное место для вечерней прогулки. У нас тут кто-то заразился. Покажите мне этого типа. О-о-о. У нас тут Хикити помер. Его нашёл Мабомбу. Он сократил путь на работу и увидел тело. И тело разлагалось. А, соответственно, Мабобу заразился. Теперь у нас есть заражённая область. Что с ней делать, я не знаю. А Мамбобу надо бы вылечить. Где Мамбобу? Как его там зовут, блин? Она придумывает себе имена. Мамбобу. Ты где? Вот он, Мамбобу. Зелёный. Сейчас мы тебя вылечим. Не переживай. Он хотя идёт в клинику, но я его вылечу. О, у меня ещё и тут трупак лежит. Ёлки-палки, сколько их много-то. Я, кажется, понял, почему их не забирает наш смотритель кладбище. Потому что кладбище слишком далеко. Да, и у кладбища есть диапазон. И оно не доходит до поселения. Так что, если кто-то умирает в поселении, то смотритель кладбища не может узнать об этом. Так что придётся кладбище где-то поближе к городу построить. А у тебя что стряслось? Рассказывай. Дорогой творец, я перестарался с маслами для приготовления пищи в недавно построенной печи. И теперь абсолютно всё зажаривается. Творец, помоги мне. Мне нужно больше воды, чем я могу внести. Ладно так уж и быть. С этим я тебе помогу. Где твоё здание? Ух, ёлки-палки, прямо в центре. Вот сюда нам. Посыпьте, пожалуйста. Пожар потушен. О, ну вот, загрязнения подъехали. Это значит, что заводы мои начали работать. И нужно соблюдать уровень СО2. Там, где работают заводы. Но, прежде чем я это начну делать, мне ещё нужно поставить вот такой вот парк Купидона. Пожалуй, он будет здесь. Всё, с этим мы разобрались. А это что такое ты построил тут? Ёлку! Ничего себе. Ёлка, да ещё и подарки. Ну ты красавчик, конечно. Соорудить такое. А у нас новые выборы. Посмотрим на законопроекты. Законопроект контрацепции. Скорость разношения наггетов увеличивается. Но счастье минус один. Законопроект правила безопасности. Наггеты реже получают травмы на 15%. Законопроект снижения стоимости материалов. Снижение качества материалов приводит к ускорению деградации зданий. Деградация зданий ускоряется на одну единицу в секунду. Это плохо, это значит, что здание нужно чинить быстрее. В общем, отдают свой голос за законопроект о безопасности. Похоже, им придётся найти другой способ проводить свободное время. Мне всегда казалось, что возможность умереть на рабочем месте были привлекательным фактором. Ну, мне кажется, это такой себе фактор. Ух ты! У них там даже пила есть на заводе. Ну, круто, круто. Как они древесину туда доставляют. Молочки. И вот теперь, поскольку у нас здесь есть завод, который загрязняет атмосферу и повышает уровень преступности, нам нужна здесь защитная башня. Что это такое? Что произошло? Я пропустил, что там диктор говорил, но у нас есть письмо. Большая птица? Дорогой творец, мы заметили необычное летающее существо в небе и думаем, что это новый вид птицы. Однако, судя по всему, это существо наводит беспорядок в нашей деревне. Нам нужна твоя помощь, чтобы понять, что это такое и как с ним поступать. Поспеши, оно приближается к нашим домам. Да направят молнии, твой путь. Используйте способность удара молнии, чтобы нейтрализовать угрозу НЛО на деревне. Это НЛО прилетело, а не птица, ёлки-палки. Где? Покажите мне. Покажите мне. Вот оно где летает. Сейчас разберёмся. Берём, значит, молнию и бабахаем. Вот так вот. Получай! Они достигли последнего своего горизонта. Чуть к Гере не упали на поселение. Кубик какой-то притащили. Что ж, заберём его. Давненько я их не открывал. Биология! Вы ведь собираетесь его немного исследовать, прежде чем открыть? Ну, конечно, конечно. Ура! У нас новый лидер. И новый закон о безопасности. Празднуем! И в этот день у нас Усука уходит из жизни. Надо скорее её отсюда забирать. Кладбище в городе у нас не работает. Так что придётся своими силами. Усука, прощай! Здание аллеи античности достроилось. И как же красиво у нас теперь тут. Ещё у нас мостик должен достроиться. Вот он в процессе. Уже скоро будет готов. А вот и наш парк достроился с мостиком. Даже прудик есть. Верующие измерия негодуют. Чё случилось? Последователи ложного божества императора смерти. Мод планируют нападение. Возможно, против другой деревни. Через 10 минут это произойдёт. Ох, блин. А я про них и забыл совсем. А зря. Очень зря. И они тоже под куполом. Под великой защитой. Ну, тогда и я под купол спрячу свой народ. Что это такое? Что это вы слышите? Молитву или крик? Как бы то ни было, группа охотников, по-видимому, отчаянно пытается привлечь ваше внимание. Они наткнулись на огромного медведя в глуши. И он ведёт себя довольно неблагоразумно. Медведь уже произвёл несколько угрожающих движений и рыков. В ответ на что слышались всё более трусливые взвизгливания. Как следует поступить нагетом? Ох, ох, ох. Не хотелось бы, чтобы их сожрали. Значит, первый вариант. Бросить с трудом полученную добычу, чтобы отвлечь медведя. Не время для трусости. Атаковать его чем-нибудь острым. Да у нас только пики и стрелы, наверное. Это плохая идея. Попытаться убежать от медведя. Но поскольку сейчас весна пришла, медведь голодный. Первый вариант самый разумный, мне кажется. Бросить добычу, чтобы он отвлёкся на неё и убежать. Медведь при великим удовольствии съел оленя вместо охотников. Они остались невредимы. Минус пять еды, но плюс три верующих. Ну, здорово. Это радостно. Это хорошие новости. Теперь мне нужно купол наколдовать над своей деревней. Желательно вот такой. В центре его колдуем. Блин, а чё такой маленький? Ничто не сможет пробиться сквозь этот купол. А чё он маленький-то такой? Я побольше хотел. Прям здоровенный. Как-то вот такой вот хочу, но у меня маны не хватит. Хотя кто сказал. В общем, из-за этого купола, который я здесь сотворил, я не могу поставить новый. Что за дичь? Как мне убрать теперь этот? Да, идея, конечно, шикарная, но воплощение фиговое. До вторжения. Я не знаю, правда, на какую деревню планируется нападение Империи Смерти. О, купол исчез. Но я чувствую, что это нападение будет в следующей серии. Поэтому на сегодня это всё. Если тебе понравилось, не забудь поставить лайк и подписаться, если ты ещё этого не сделал. И тогда мы увидимся в новом ролике. Так что до встречи.